Необходимых антибиотиков нет, придется подождать. По словам Наталии, ее отец несколько дней находился в больнице без необходимой лекарственной терапии. Ему сказал врач, который их там приходит, обслуживает, что антибиотик, который им дают, закончился, и теперь только в среду больница закупит его. Со свистом он разговаривал, то есть там уже начались последствия того, что антибиотики он не получает. Решить проблему Наталии удалось только благодаря личным связям. Лекарства нашли раньше, но ведь в госпитале, по словам жительницы Барнаула, лежит не только ее отец. Если у нас какой-то антибиотик закончился, мы назначаем другой антибиотик. Кроме того, мы на связи все лечебные учреждения, и мы отслеживаем движение препаратов у всех. И мы реально перезанимаем друг у друга препараты. Препарат можно получить и другой, назначить той же группой, другого названия, или лучшей группой следующего поколения. Это решается на уровне врача в отделении. Я хочу о другом сказать. Сегодня врачи до последнего, так скажем, врача нашего лечебного учреждения работают в этих госпиталях. И нам сегодня надо помогать работать, а не мешать. Мы видим население, которое в магазинах, на площадях. У нас нет коронавируса. Мы все великие, смелые, мы свободные люди. А вот это намордники. Главный врач был эмоционален, не без причины. Несоблюдение жителями профилактических мир, по его словам, ведет к тому, что ковидные госпитали края переполнены. Новый корпус Новоалтайского, уже второй по счету на 240 мест, заполнился буквально за три дня. Летом сюда везли больных с легкой и средней степенью тяжести. Сейчас в крайне тяжелой. И если проблемы с лекарствами и возникают, то они, по словам врача, временные. Татьяна Голубева, Николай Шелкодень. С толком.